Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня будет очень простой рецепт, но с изюминкой, которая, на мой взгляд, кардинально меняет результат. Недавно жена в интернете наткнулась вот на такое мнение. Цитирую по памяти. Борщ? А что борщ? Я не часто его готовлю, потому что маленькую кастрюльку не приготовишь, а большую кому есть? Ну, муж, он одну тарелочку съест и все. Там было как-то так. Я вам уже показывал ролик с рецептом. Если пропустили, то щелкайте и посмотрите потом, после этого ролика. Так вот, показанный там борщ хуже героина. Ладно, я или жена сразу по две тарелки запресест, но даже мои малолетние операторы съедят тарелочку, а через полчасика опять бегут на кухню за следующий. И так до тех пор, пока огромная вот эта кастрюля не опустеет. К чему это я? Да к тому, что очень многие готовят блюда, которые можно назвать съедобными. Но не более того. Если у вас есть какое-то фирменное блюдо, которое и вы, и ваши гости будут есть, невзирая на состояние обожажатости, не останавливаясь до тех пор, пока оно не кончится, то вы меня понимаете. Очень часто просто съедобное блюдо и великолепное отличаются какими-то незначительными, на первый взгляд, деталями. И, по моему мнению, львиную долю времени на кухне стоит проводить в поисках как раз-таки тех самых деталей, которые превратят просто съедобное блюдо в великолепнейшее. Так, например, я много раз готовил соус маринара. Ну, ничего, съедобный, вкусненько, не более того. Но после того, как перестал полагаться, по подсказке жены, кстати, на сладость московских помидор и стал добавлять, выправлять вкус сахара, то я понял, насколько он может быть вкусен. Или другой пример. Я готовил несколько раз ризотто и каждый раз пожимал плечами. Ну, ничего особенного, каша размазня. Но как-то раз ризотто приготовила моя жена и не пожалела пармезана. Не только в смысле, что не пожалела настоящего пармезана-риджана, но и пожалела его в количественном отношении. То есть, положила его много. И ризотто оказалось потрясающе вкусным блюдом. В сегодняшнем рецепте тоже есть одна небольшая деталь, которая превращает просто гречневую кашу в настоящее произведение кулинарного искусства. И эта небольшая деталь – утиное конфи. Подробности приготовления смотрите в отдельном ролике, если еще не видели. Итак, на первом этапе понадобится пара ложек вот этого утиного и свиного жира, пропитанного ароматом утиного мяса. Пусть растапливается. На этом жиру я и буду проводить обжарку. Сначала заложу свиные ребрышки. На самом-то деле, каша получится очень вкусной, даже без свиных ребрышек. Довольно будет утиного конфи. Но с ребрышками будет гораздо вкуснее. А пока они подвумяниваются, нарежу лук кубиками. Лука не жалеть. Он и сок даст, и сладость. Это, кстати, первое использование. Тест ножа начался сегодня. Интересно, как себя будет вести. И не вздумайте тут же не сесть в магазин, зажимая в плотной ладошке свои кровные, чтобы купить себе такой же. Вернее, делайте вы, что хотите. Хотите, идите, покупайте. Только не надо меня потом пенять. Я пока своего мнения по поводу этого ножа не высказал. Эксплуатация покажет. Может, он вообще через неделю развалится или попалом согнется. Ребрышки я только подрумяниваю. Нечего их до готовности выжаривать. Лук уже можно отправлять. Почему ребра не до готовности? Да потому что на выходе хочу получить тушеные, то есть очень сочные и мягкие. А поджарка до готовности их подсушит. Вы спросите, а почему тогда с самого начала не тушить ребра с луком? Да потому что вкус и аромат поджаристых бочков очень сильно обогатит готовый результат. Давайте-ка перемешаю как следует. Сейчас надо потомить на среднем огне под крышкой минут 10-15. Время зависит от количества. Тогда лук даст много сока, а мясо от него очень хорошо размягчается. И вот затем можно будет добавлять гречку. Подождем. Отлично. Смотрите, сколько он дал сока. Самое время для второго этапа завершающего. Добавлю сюда утиное крылышко. Даже не столько из-за мяса, сколько для усиления аромата. И гречку. Она у меня довольно чистая. Я ее даже не перебирал. Ну и не промывал никогда. Соль. Лавровый лист. Перец. И оставлю под крышкой. Что касается пропорций. Я конечно примерно и под роликом укажу. Но люди разные. Вкусы у всех разные. Поэтому делайте все на свой вкус. Я люблю кашу очень сильно разваристую. Буквально в размазню. Если вам нравится по суше, хотя не знаю кому такая может понравиться, ну воды добавляйте поменьше. Если вы убежденный мясоед, кладите больше мяса. В принципе мясо здесь только для запаха. Совершенно не обязательно добавлять. Ну что, встретимся теперь уже на дегустации. И вот оно счастье. Аромат сногсшибательный. Казалось бы, всего-то утиные конфи. Но стоит один раз попробовать, и вы совершенно однозначно подсядете на такую кашу. Давайте я уже сниму пробу. Сначала каши. Вы не представляете. Нет, просто не представляете. Такие ароматы классные. Вот это сочетание утки, утиного конфи и свининки. Обожаю. Чаще экспериментируйте со своими блюдами. Как можно чаще. И вы совершенно однозначно увеличите тот диапазон блюд, из-за которых ваши гости сходят с ума. Спасибо за компанию. И всем пока.